Приветствую вас, и первое, что хотелось бы сказать, то, что вы задали свой вопрос в раздел «Психология», но при этом форма вопроса такова, что вы хотите, хотите, осматривать такое впечатление, что вы хотите, чтобы вам предсказали будущее, чтобы вам рассказали, как будет развиваться ваша дальнейшая судьба. Если это действительно так, то вам нужно обратиться к эзотерикам, они занимаются тем, что предсказывают людям их будущее решать на вопросы, поставленные таким образом. Психологи не занимаются предсказыванием, а психологи занимаются анализом ситуации, анализом поведения людей, поиском причин возникновения тех или иных проблем и работая с причинами для всяких коррективов поведения людей, а также помогают им осознать и понять некоторые вещи, тем самым помогают решать проблемы. Поскольку вы задали свой вопрос в разделе «Психология», то я постараюсь ответить на него с точки зрения именно этой науки. А если вам нужна ответа эзотерика, то пожалуйста обратите в соответствующий раздел. Напоследок хочу еще сказать, что у нас есть психологи, занимающиеся эзотерикой, так что если они увидят ваш вопрос, то они вам ответят с точки зрения эзотерики. Смотрите, какая получается ситуация, ваш мужчина изначально начал проявлять к вам пренебрежение, то есть демонстративно одеваться и уходить гулять. Из-за этого вы пишете, что выгнали его из дома, для того, чтобы он хотел гулять. Право вы были в этой ситуации или нет, это уже не важно, но факт тот, что мужчина первый как бы наш. И первый вопрос, который возникает, заключается вот в чем. Почему он сделал так? Почему он начал, грубо говоря, гулять? Почему он начал уходить из дома? Почему, когда вы выиграли его, он не стал стремиться возвращаться к вам? Он не пытался что-то изменить, он не пытался просить у вас прощения, он просто ушел жить к вам. Ожидая, что вы сами успокоитесь и, собственно говоря, его вернетесь. Этот мужчина не хотел сам просить у вас прощения. Он оставлял всегда вопрос так, что вы его прощаетесь. То это ваша проблема, а не его. В результате, именно в той ситуации, когда он начал гулять, у вас было два, на выбор два решения. Первое решение. Вы могли терпеть это все, мириться с унижением и оскорблением, которое несло такое его поведение. Либо поступить так, как вы поступили, выгнать и выгнать его. Вы его выгнать. Поступили вы, в принципе, правильно, потому что других средств, по всей видимости, на него воздействовать не было, а мириться с таким поведением вы не хотели. И мужчина, в общем-то, своим поведением доказал вам, что он не сильно-то и нуждается в вас. Потому что если мужчина любит свою женщину, он приложит все усилия для того, чтобы вымылить у нее прощения. Простите, но из вашего сообщения не получается такая картина, при которой мужчина выманывает у вас прощения, а вы его не прощаете. Из вашего описания получается так, что мужчина считал само собой рассумеющимся, чтобы его простить. Он считал вас полностью принадлежащим ему, не имеющим права, по его мнению, отстаивать и защищать свои интересы. Когда вы это сделали, мужчина, наверное, удивился, оказался к этому не готов, а теперь считает ваше поведение неприемлемым. И на основании этого можно предположить, что он не хочет возвращаться к вам потому, что знает, что вы мириться с его поведением определенным не будете. Вы будете продолжать отстаивать свою позицию, свою точку зрения и ему это не нравится, потому что это ограничивает его свободу. Именно поэтому он и говорит, что его не тянет домой. А зачем? Там не свобода, там обязанности, там невозможно сделать то, что он желает. Тогда как другая женщина, которая на себе нашла, вероятно, для этого больше свободы. Но вам необходимо понять, что, простите, семья – это ответственность. Простите, семья – это обязанность. И, простите, нельзя вести себя в семье, когда ты отец так, как вел себя, когда ты был свободным, неженатым мужчиной. И если ваш мужчина этого не понял или считает, что вы все стерпите, то возвращение домой такого мужа принесет вам лишь горе, страдания, снова скандалы и прочее. Хорошего из этого получится мало. И потому, если мужчина сейчас не хочет возвращаться домой, то он уже не захочется, потому что у него нет к вам чувств, у него нет желания и стремления возвращаться к вам на условиях как бы вымаливания прощения у вас, на ваших условиях. Если он вернется только на своих, а это отношение к повторению ситуации. Повторение всей ситуации, которая у вас была. Спросите себя, вы хотите этого повторить? Вы хотите того, чтобы вновь повторился этот скандал с унижением и оскорблением? А самое главное, вы хотите, чтобы ваши дети это все видели и наблюдали? Не думаю. И если ваше желание вернуть мужа домой, пересекаясь с детьми, то простите. Детям эмоционально спокойно тогда, когда в доме атмосфера гармонична. Гармоничная атмосфера между вами и мужем невозможна. Вы ссорились, скандалили. И потому для детей лучше будет, если он будет оставаться там, где он сейчас, но при этом периодически к вам приезжать и проводить время с детьми. Для здоровья психического и физического детей такая ситуация гораздо лучше. Чтобы помочь вам дальше в психологическом плане, нужно более подробно выяснить, что вы подразумеваете под словом А также определите, любите ли вы мужа или испытываете в нем подробности. Если любите, то нужно понимать, что мужчина вас не любит так сильно, мужчина с вами не очень счастлив, раз он ведет себя с административным образом, а значит без вас он счастливее. Если мужчина без вас счастливее, то соответственно вам, как любящему человеку, это доставляет радость. И вы понимаете, что он живет дальше, сами будете стараться жить дальше. На ваш вопрос, отновиденный того, кому нужна женщина с детьми, отвечаю так. Мужчина серьезный, зрелый, умный, понимает. Женщина с детьми умеет любить, хранить очаг, вести хозяйство и дарить тепло. Для такого мужчины такая женщина идеальный партнер, идеальная жена. И если вы такого мужчину встретите, он любится и в вас безумно, и детей будет любить как своих. Так что об этом можете даже не беспокоиться. Если мужчина, если же вы нуждаетесь в мужчине, то нужно понять причины нуждаемостных, и перенаправить ваши потребности в другое русло, минуя использование средств, в данном случае это средства мужчины, для как достижения и осуществления этих потребностей. Вот примерно такой ответ будет вам с точки зрения психологии, надеюсь помог. Если понравился ответ, сделайте его пожалуйста лучшим, буду благодарен вам. Пока, желаю всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...